Всем привет, танкисты! В этом видео мы будем сравнивать, казалось бы, два разных танка, а именно Лёву и Суперпешинга. Но не спешите писать про то, что, мол, как можно сравнивать средние и тяжёлые танки, мол, это разные классы техники и всё такое, но на то есть свои причины. А именно, хоть и Суперпешинг и средний танк, но как СТшка он не играется. Вы хоть раз видели, чтобы Суперпешинг кого-то крутил? Я, если честно, нет, но я это к тому, что у них одинаковая роль в бою, а значит и есть смысл их сравнивать. Тем более, стоят они сейчас одинаково и покупаются для одной цели, фарм. Вот и посмотрим, на чём фармить гораздо приятнее, быстрее, а главное, насколько сложно это делать. Что ж, а теперь усаживайтесь поудобнее и поехали! Честно говоря, я сначала даже не знал, как их можно сравнивать, ибо очевидно, что в динамике побеждает Пешинг, а в броне Лёва. Потом мы будем сравнивать совокупность параметров, а именно, хватает ли брони, динамики и вооружения для того, чтобы комфортно себя чувствовать в бою Льву и Суперпешингу. Ну и под конец можно будет в ПВП их свести и посмотреть, что из этого получится. И начнём мы с Суперпешинга. Суперпешинг, хоть и средний танк, но как таковой динамики у него нет вообще. Максималка 40, как для СТ, это вообще ни о чём, тем более, что он её набирает, ну, с очень большой неохотой. И всё это приправлено ужасной, как для СТ, поворотливостью в 36 градусов. Как средний танк, он абсолютно не играется, но, может быть, он танкует? А вот как бы и не так. Помимо очевидных мест, типа верхней части башни, он пробивается ещё и в ВЛД и в маску орудия. Не верите? А давайте проверим на примере у Т-34-3, у которого убогое пробитие на ПБ в 175 миллиметров. Не сказать бы, что уж у него совсем нет брони. Да, он может иногда что-то танковать, но далеко не постоянно и не всегда по желанию самого водителя данной канистры. Всё зависит больше от того, насколько криворукий против вас противник, нежели ваш личный скилл. Что касаемо орудия, то оно приятное и вполне приемлемое для среднего танка. Тут уж претензий у меня никаких нет. Тут и пробои выше 200 миллиметров, и у ВНы минус 10 имеются. Точность и стабилизация вполне приемлемы, хоть и можно было, конечно, и лучше, как, например, у Лёвы. А теперь, собственно, поговорим и про самому Лёву. Лёвчик — это типичный тяжелый танк. Он ужасно медленный и неповоротливый. Порой хочется самому его подтолкнуть, чтобы он хоть немножечко добыстрее ехал. Но всё меняется, когда он всё-таки приезжает до своей цели. Там-то в дело вступает его орудие и броня. И начнём мы с брони. Броню у Льва много, и вот танкует он, безусловно, отлично, если правильно доворачивать и прятать НЛД. Но как и в случае с Суперпершигом, без дыр не обошлось. Помимо НЛД, у него есть башня, которая пробивается 49-кой в лоб. Не поверите? Но, тем не менее, Лёва танкует отлично, а даёт сдачу он лучшим орудием среди всех ТТ-8. Отличная точность, стабилизация, альфа в 310 достаточно приемлемая. Да и пробой один из лучших. Это вам не совок, который кдшится полубоя, а вторую половину боя сводится. Тут, когда ты приезжаешь на позицию, ты реально ломаешь кабины. Главное, саму, конечно, не сломаться. Однако, когда ему подтянули ХП в этом патче, он стал жить гораздо дольше, и сломать его стало реально гораздо тяжелее. Ну а теперь ПВП. Мы берём момент, когда они катались по карте, и покажем только саму ПВП. Тут ДПМ хоть и на стороне у суперпешинга, так как у него его больше, но его недостаточно, чтобы перестрелять Льва. Перш не может его закрутить, ибо не хватает динамики. Не может постоянно пробивать, ибо немножко пробития не хватает. А вот Лёва почти всегда его пробивает, ибо пробоя хватает стрелять чуть ли не с автоприцела. И в итоге, как бы Перш не старался, он не победил схватку со Львом. Ибо царь зверей может быть только один. И по большей части, ему всё-таки помог последний апп ХП, ибо без него Лёв было бы очень тяжко. Как итог, оба эти танка безумно скучные, на них крайне нудно фармить. Они оба медленные, из-за чего бои на них превращаются в рутину. Однако, с финансовой стороны, они оба фармят примерно одинаково. Да, Перш немножко побольше, однако носущие копейки. А вот платит он за это бронёй, которую все пробивают. Платит динамикой, которая недостаточно, как для СТ. И в итоге, получается, он вроде и не ТТ, ибо брони нет. И не СТ, так как нет динамики. Ну, а Лёва это просто медленный и тяжёлый танк. Фармит он отлично и стабильно. Танкование тот зависит именно от тебя, а не как в случае с Супер Першингом. Кому я могу посоветовать Перша? Да, наверное, только тем, кто только начал играть и играть в так называемые нубки. Где Перш реально хорошо танкует, ибо необычной бронёй он вводит противников в замешательство. И стреляя, казалось бы, в серую зону, его банально не могут пробить. Ну, а только стоит чуваку из этой нубки выйти, так броня у Персика заканчивается, и танковать он более у вас не будет. А будет лишь приносить боль. Лёв в этом плане будет понадёжнее. Он куда увереннее себя чувствует в бою, дольше живёт, а значит и кредитов принесёт гораздо больше. В этом видео я своё предпочтение отдам Лёву. Ибо это заслуженная победа, как и, собственно, по народному голосованию, которое я устраивал. Где пушистов всё-таки топил из-за Лёвчика. И не зря, между прочим. Ну и на этом, пожалуй, на сегодня всё. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забывайте про лайки, подписки, комментарии. А также отдельное спасибо спонсорам канала. Их имена вы видите перед собой на экране. Если хочешь оказаться в рядах лучших людей, то ссылка будет в описании. Подписка стоит всего 25 рублей. Это гораздо дешевле Лёвы или Суперпершинга. Ну а пока что, всем до скорых встреч. Пока.